Самое долгожданное и интригующее событие для Ивановской блогосферы – ежегодная премия «Блогер года». Вручение премии состоялось в третий раз и прошло, как всегда, в неформальной обстановке. Победители в 12 основных и в трех дополнительных номинациях выбирали по итогам интернет и смс-голосования. Мне скоро исполняется 63 года, но тем не менее я активно участвую в блогосфере в Ивановской. В прошлом году получил звание «Блогер года» за свой блог. Для меня это в первую очередь возможность донести до интернет-сообщества, а может быть и немножко пошире, свои мысли. Потому что когда-то были очень многие годы, еще при советской власти, когда приходилось в основном писать за других. Сейчас пишу за себя. Для Кирилла Игнатьева как номинирование на премию, так и победа в номинации «Открытие года» стало большим сюрпризом. Я не подавал никакой заявки, даже не знаю, кто ее подал, если честно. Но я достаточно активно пишу в интернете, ежедневно. И благо сейчас есть такие мобильные средства, как телефон, на котором можно что-то писать в твиттере. Поэтому несколько раз в день я пишу свои комментарии. Видимо, кому-то это нравится. Самая высокая конкуренция, по словам организаторов церемонии, оказалась в номинации «Политик года». Несколько тысяч и смс голосов, и интернет голосов пришло в этом году. То есть сражение было просто не на жизнь, а на смерть. И в итоге буквально там 10 голосов был отрыв. Самым главным сюрпризом стало, конечно, имя «Политика года». Этот статус общественное жюри присвоило бывшему спикеру Ивановской областной думы Сергею Пахому. Я, конечно, рад. Огромное спасибо за такую оценку. В этом году жюри явно не ошиблась с своим выбором. По крайней мере, ни объективности никто не обвинит. Вместе с тем, это, наверное, первые выборы, на моей памяти, в Ивановской области, за результаты которых меня не обвинят. Перед уходом из Ивановской политики Сергей Пахомов забросил и свой аккаунт в Твиттере. Но, как рассказал «Политик года 2014», свою страничку он может в любое время активировать. Без Твиттера не скучаю, но Роман Шорин, мой бывший, в бытность моей работы был дома, мой пресс-секретарь, сейчас аккуратненько подошел и шепнул мне на ухо, Сергей Саныч, если что, ваш Твиттер заморожен, в любой момент мы его можем вам вернуть и разморозить. Не хочу сказать, что я об этом сильно задумался, но ничего не бывает в жизни навсегда. Премию в номинации «Блог года» получила Галина Курченкова. По словам победительницы, в Твиттере я посоветовал зарегистрироваться в хорошо известной благосфере и романах Илларионов. Интернет, по словам Галины, может служить как добру, так и злу. Если там сидеть с утра до вечера и кроме интернет-общения ничего не видеть, это, конечно, зло. А если интернет-общение – это как дополнение к повседневной жизни, как расширяет твои интересы и дает больше возможностей к общению, то это, конечно, плюс. Российские законотворцы планируют приравнять блогеров к СМИ и обязать представителей интернет-сообщества публиковать на своей странице личные данные. По мнению Ивановской благосферы, такой закон работать не будет. Очень смешная инициатива, потому что, как вы знаете, премьер-министр Российской Федерации есть в Инстаграме и у него есть еще блоги. Получается, что премьер-министр Российской Федерации будет как средство массовой информации, у губернатора тоже есть Твиттер. Получается, что губернатор будет средством массовой информации и так далее. То есть закон непродуман и очень сырой, и, в принципе, очень-очень смешной, и действовать он не будет. Ивановские блогеры уверены, ничто не сможет препятствовать их общению между собой. Тем более, что из виртуального она стала перерастать в реальное. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.